Предновогодние хлопоты с 15 декабря парк ветеранов открывает зимний сезон. В этом году для Волокжан подготовлены новые аттракционы и зимние забавы. Первыми опробовать их в действии и проверить на надежность и безопасность решили представители общественного совета города. Каким выводом пришли, смотрите далее. Горок побольше. Да, горок побольше. Крепость зимняя. И получше. Да, да, да. О, крепость зимняя, чтобы бегать. Горка для детей будет собрана уже сегодня. Два отдельных 15-метровых сказок для малышей и ребят постарше. Новую конструкцию внимательно осматривает председатель общественного совета Вологды Борис Подольный. Предлагает, надо поставить ограждение и сделать дополнительное перило. Все для безопасности детей. Именно это проверяют в первую очередь. Лед здесь, ну реально, да, сантиметров 10. Но вот этот участок, да, он должен еще проморозиться побольше. Каток откроют, когда толщина льда будет не меньше 25 сантиметров. Чтобы не зависеть от погоды, наращивать лед на пруду будут искусственно. Начнут сразу, как только ночные температуры достигнут уровня минус 5 градусов. В прошлом году поступали жалобы по поводу того, что лед был неровный. В этом году, плюсом ко всему, мы еще настроили, наконец-то нашу машину, которая шлифует лед. То есть мы каждый день будем его подливать и шлифовать. Параллельно решаются вопросы о расположении проката коньков и нарезке дорожек. Что касается освещения, здесь проблем нет. На самой резиденции есть несколько фонарей, работает уличное освещение, добавят и новогодние прожектора. Есть в парке еще одно зимнее развлечение – катание на санях и снегоходах. Техника полностью готова к новому сезону. Дети сидят здесь и отсюда никуда не вываливаются. То есть даже достаточно быстро, и они никаким образом не выпадут отсюда. И конструкция не переворачиваемая. Нет, ездим медленно. Разрешенная скорость для катания в парке не выше 7 километров в час. Продуманный маршрут, который не пересекается с пешеходными зонами. Перед каждым сезоном, будь то летний сезон или зимний сезон, неважно, мы проводим полностью инвентаризацию и техосмотр любых используемых аттракционов. День начиная с того, что проводится инструктаж, осмотр техники и дальше уже ее эксплуатация. Зимний сезон в парке ветеранов откроется с 15 декабря. Подготовка к старту на финальной стадии. Количество активностей в эту зиму в парке возрастает, что отрадно. Мы не раз говорили о том, что парк недостаточно загружен возможностями для отдыха. Единственное, что предложили все-таки как-то разделить пешеходные потоки и зоны проезда снегоходов и саней специальными табличками, ну и развести, постараться максимально эти маршруты. Полностью готова и программа развлечений. Посещение Олимпийской резиденции уже расписано на весь декабрь. А начиная со 2 января здесь ждут всех желающих на спектакли, представления и мастер-классы для детей. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.